приветствую вас на своем youtube-канале love parfum с вами все и прекрасная ирина сегодня мы с вами будем записывать видео на тему слепые за тесты либо просто ирина будет оценивать мои ароматы то есть я сначала и показываю аромат точнее на блотере да и если она примерно может понять что это за аромат люкс или ниша то будет мне говорить и называть примерно марка там стоимость если же не угадает то буду показывать что это за аромат начал видео не забудьте друзья подписаться на мой канал если это причинам еще на него не подписаны и конечно сходу ставьте лайк и не забудьте бить в колокол чтобы не пропускать новые видео и посмотрите предыдущую часть первую мы уже ее отсняли она уже есть в сети и это добро пожаловать во вторую часть и вообще есть плейлист с ириной но это в канале кому интересно можете найти весь плейлист и посмотреть там порядка 20 видео я всех тоже приветствую на канале алексея сегодня мы снимаем вторую часть хочется уже быстрее перейти к делу ну давай 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 первый аромат я с этим ароматом знакома когда познакомилась здесь горчинка какая-то травянистая свежесть присутствует это люкс ну ценовая политика все сложно в районе восьмидесяти тысяч но может быть восьмидесяти или восьмидесяти нет 8-10 вот я тут там либо 8 либо 10 я это имела ввиду я понял ну что это вот такое прям простое простое но при этом не то что делают в основном мне кажется что это но марта марта какая может быть карте может быть может быть этот сейчас скажу 10 баллов ну вот молодец мы с тобой же разбирали карте но не эти ароматы нет там был такой коричневый вытянутый а это туалетная вода то есть это первый аромат очень различаются тоже аромат 90-х такой сдержанный прикольный холодный приводный чё скажешь про него для кого кому зачем но этот аромат все не поймут не для всех прочь да это не тот люкс которая ну вот за которым все бегут в общем-то особенно такая категория здесь как будто я очень ярко выражено чувствую ветивер он тут есть конечно вот он такое ощущение что в основе этой базы лежит очень ярко прослушивается из этого композиции такая получается очень насыщенная травянистая с горчинкой этот аромат не свежий поэтому мне кажется что у него очень категория и для этого аромата мужчину я представляю но старше 30 лет вряд ли молодым мальчиком 20 лет он зайдет у тебя самой нравится мне самой нравится то есть хорошая работа добротный люкс на такой ну да да интересно люкс однозначно мне вот это вот все что сейчас да есть не химозные спиртовой свежий аромат который я тебе петь не могу я ему поставлю 8 хорошая оценка так аромат под номером 2 надо мной издевается мне кажется так улыбается да и хитро мне сложно высказать мнение по поводу этого аромата вот что такое мне кажется что ну опять его можно отнести к люксу либо к масс-маркету я не могу сказать уходя носа на тренированную но нет серьезно он звучит как-то однолико очень не скудно мне кажется что он ну прям очень бюджетный вот прям очень-очень тоже пахнет какими-то дешевыми одеколонами мужской аромат цена примерно ну вот 500 тысяч рублей вот примерно так я его от сил мышцы дороже я думаю ты такого не знаю нет я не смотрю ну вот опять же классический синий цвет для настоящего джентльмена флаконный выглядит не симпатично не презентабельно ну крышка тонн вот синий краской нафигачили хорошо короче ты недовольна но это да типа бандераса типа вот вот его можно разбить можно вообще это знаешь вот очень многим нравится тормах вот он стоит очень мало и пахнет как добротный люкс многие считают вот я в том числе я купил в этом году и уже за обливался пол лета видео подкидывал там его всяко разно пользовался мне нравится можно попользоваться да для молодого мальчика для мальчика как алексея можно такой аромат порекомендовать на научу время года цитруса лимончик вот все что хочется настоящему оценку давай оценку от 3 3 всего 3 трешечка ну давай трешечка троечники у нас пошли мне кажется я так низко никогда аромат не оценивала я всегда пытаюсь объективно как-то давать оценку что-то прослушать но здесь вот я кинзо пару выпусков назад вот прямо обижала но как многие сказали а по итогу там вообще клево в мире парфюмерии да это уже такой неплохой король по низкой цене то есть у ребят которых как будет бюджет сильно маленький студент там начинающие ребят когда позже нет вообще отлично для молодого мальчика пожалуйста то есть он как у водорда видов его можно найти всяких магнит косметиках там за 900 рублей сотку саж это просто изумруд аромат 1 внутри красивый аромат он такой какой-то восточный пряный сладковатый красивый это скорее всего этот как бренд правильно называться и че все или когда это он и есть он есть я знакома с некоторыми ароматами этого бренда поэтому по стилистике его в принципе угадала сразу так азиатская какая-то до линейка восточную танец с мечами да красиво аромат естественно силовая политика у него очень даже неплохая от 25 даже на 1000 рублей сейчас его можно в магазине приобрести может даже достаточно дорого для магазина вот в интернет-магазине он стоит всего 14 за сотку с большой объем но расскажи просто в целом свои впечатления тебе нравится ты бы пользовалась больше мужской женский и время года он не то форт нуар напоминает чем вот прям очень не похоже мне кажется что у этого даже стойкость может быть чуть выше очень насыщенная красиво аромат не скажу что я бы смогла им пользоваться но куда-то выйти в свет вот такой красивый вечер там в театр сходить что я люблю ну я не знаю в ресторан выйти с молодым человеком на свидание сходить я бы его нанесла но я не говорю то что этот аромат женский потому что мне кажется что в нем нету какой-то такой излишней сладости мужчине он тоже подойдет но он вообще заявлен писаешь как мужской мужской вообще заявлен да я отнесу нашу его лично сроками секс подалада мне кажется что у него сами но здесь даже на картинке это но не девчонка мне кажется мужиком уже какой-то такой завоеватель ничего не было и нет нет красиво аромат где он мяч и падают это птицы но это аисты это он так мечом махнул а кинул в них они в швыртелесе все это вырежем нет нет не будем вырезать ну ладно алексей тут шутки шутят этому ароматы я поставлю 10 и отнесу и блок универсальным аромат какое время года все таки осень-зима короче отличного мужчинам отлично женщины прям такой хороший аромат под номером 4 это не ниша 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 и ниша и ниша люкс как думаешь что может быть за марка либо тот бренд который я знаю но конкретно этот аромат я почти никогда не показываю потому что я его не могу вспомнить что я с ним знакома вообще была когда-либо я тоже не припомнился честно наносила его когда-то или нет но это люкс хорошо мы скажем нехорошо сделаны а это мужской аромат женская цена 54 что-то низко совсем ну какие предположения то вот конечно я вот предполагаю что это может быть вот тот бренд или другой нет вообще не предполагаю что этот бренд скорее всего с которым я знакомы на либо я за спину скажи что сказать пальцем я не знаю вообще мне такое ощущение что это какая-нибудь кролина эрера по карабан вот что-то из этой категории но вообще очень плохо здесь прям какая-то нота очень ярко бьет и прям аж расстроить многих мужчин я не понимаю что это но чуть-чуть стойки но мне нравится за это давай давай ну и как ниша или люкс держи крышка у него отваливается мы мне кажется смотрели что-то подобное я никогда-то называла что из такой категории афганец это черный афганец мы с тобой смотрели это этот бренд нет это кирки аромат знаешь сан-теренси это тот же бренд только это мужской аромат но кирки я помню мы смотрим кирки рассмотреть сан-теренси у них есть кирки и есть вот этот аромат у бунера то есть он ладно пахнет возможно он похож знаешь на что мы с тобой в коже рассматривали джон марватес да но это ниша это ниша ну кирки это ниша сан-теренси это ниша то есть цена у него по моему около 12000 на рандевую смотреть на общем интернет магазинах табли херов а если по моему зайти в магазин в риф гош купить его он что-то порядка 30 стоит так что но это нишка обидела я карфюм ничего не понимал в аромат но я честно могу сказать свое мнение то что мне бы этот аромат не зашел даже если бы он стоил 50 тысяч рублей ну ничего страшного мое мнение не стыдно за мое мнение на просто очень яркий навязчивый и ну там одна нота ярко выраженной и все я больше ничего не слышу для меня ну вот прям он очень тяжелый ну хорошо какой мужчина какое время года или это унисекс унисекс но как больше как мужской замен у них смотрел получается кирки да вот помнишь такой флакон с круглой крышкой это типа женской линейка вот эти которые квадратно это типа мужская линейка поделено вообще я смело грусть это тоже унисекс и женщина может спокойно ходить и мужчину но женщина тоже должна быть мне кажется такая с характером чтобы носить это представительно я там но не обязательно делал строго разные вкусы бывают сейчас посмотрят и засудят тебя но вообще действительно этот аромат его может носить женщина которая любит очень яркие насыщенные восточные композиции это я бы его послушала прежде чем на свой кожаный нести какое время года время года однозначно холодная зимняя оценка 66 знаешь чем он не нравится он очень стойкий это вот вы прям 12 большой держится наверно где 890 прям большой плюс аромат под номером 5 папа дозда знакомы или нет не знакомы не знакомы впервые такое слышу интересно да когда аромат впервые слышу все такое ощущение круто интересно что-то новое сразу прям яркое чувство шок такое тоже бывает очень сложно сказать но ниша люкс вряд ли люкс правильно думаешь скорее всего ниша он очень разный он прям вот так меня прям каждый вдох я ощущаю только какие-то знаешь таки будто табачные оттенки то потом раз и когда-то сладость идет пудровость с ароматом тут будто я не знаю что-то на кисленькое такое я даже не знаю какую категорию я бы его отнесла какая-то основная нота прослушивается нет может быть что здесь есть что-то основательное но я не могу сказать что это мужской женский универсальный секс хорошо ниша люкс ниша цена 15 я думаю он же мог стоить 15 наверно он стоит это 15 бритвоши если взять опять раз магазины 8000 его его величество там ас а дамы мы как-то смотрели что-то отсюда мне кажется да ну мы смотрели черного афганца вот там такая крышка деревянного обугленно это двадцатого года аромат уже как бы не новый но тем не менее сказать у них по моему больше ничего нового не выходило с того времени вот красиво стильно и интересно что-то такая современная парфюмерия мне кажется вот все-таки для кого он ваш кто должен выносить больше мужественный ну хорошо может какая-то категория мужчин ну то есть это вот прямо ты думаешь это всем подойдет не подяжем я что хотел как бы для тебя добиться вообще не все и тут как история сяши тэну да то есть там ароматы такие но не всем подойдут они все будут носить все что там как он говорил что он создает ароматы просто исходя из своих каких-то предпочтений воспоминаний которые приходят вот к нему в голову из там детства и юности и так далее и что вот как придешь в картину галерею ты смотришь на картины да так он свой аромат он как галерею можно сказать парфюмерную создает чтобы люди пришли прочувствовали его какие-то переживания эмоции да вот здесь вот примерно то же самое вот черный афганец мы слушали больше вообще совершенно другое по стилистике и вообще в другой категории относятся как вошь локи ароматами мне кажется что на 6 8 часов он будет держаться на коже что достаточно столько вот смотри все слышат в нем дыню ты слышишь я тоже не особо но как-то какой-то есть оттенок воды не не слышу еще там заявлено что есть там резина в этом аромате прям нарисованы шины такая горящая резина то есть прям поджорная я тоже как-то особо и не слышу как есть такой вот нестандартный короче аромат но я сказала что я чувствую в нем дым и что-то фруктовое вот шину и дыню конкретно я не ощущаю ну вот возможно то что вот я слышал наверное так это мой близко получается в покрышку засунули дыню из горки спустили подожгли еще все это дело давайте рома достойные девятку можно поставить отлично ну и последний что аромат на сегодня трава трава травушка муравушка причем не знаю будто эвкалипт еще какой-то скорее всего есть здесь правда это так самыми фантазиями соглашаешься с фантазиями соглашайся нет ну то там как будто реально что-то есть такого холодная морозная освежающего как ментал какой-то ну тебе нравится вот интересный ниша люкс скорее все тоже ниша унисекс или женский или мужской больше мужской мне кажется но ниша вообще редко причина разделяет значит а приори сразу унисекс унисекс да но больше я его отношу к мужским ароматам а по ценовой политике сложно он может как и десятку стоит так может вообще бешеных денег стоить в магазинах он 30 он недорого на самом деле стоит это не шан и называют турецкий аромат а ну значит тогда 5-10 ну нет это не арабский турецкий то есть это 10 там 12 я взял полтинник сотка чуть дороже стоит вот и чисто мужской вообще его сильно сравнивать с критом овентусом помнишь эти видовок это вентус вот эти вот все там клоны вот его все очень сильно с ним сравнивают но я почему-то тоже ну сильно есть какие-то общие отголоски для меня лично но все же это совершенно другой аромат и он для меня интереснее чем это если хотите взять ну что-то подобное крит это подобное то лучше взять наверное я бы не стала так советовать мне кажется что к этому аромату нужно прислушиваться потому что крита вентус он такой более цитрусовый свежий и считается более универсальным ароматом здесь аромат не так уж и прост для коллекционеров однозначно это топ для человека который выбирает что-то на каждый день мне кажется что нужно прям к нему присмотреться чтобы понять сейчас может человек так сказал аромат красивый интересный больше я вода отнесет мужским но по факту он и есть мужской женщине подойдет тебе подошел я бы не смогла такое носить вообще не мне кажется я бы не поставил один красивый аромат интересно какое время года насчет лета я сомневаюсь что-то мне кажется что вот для лета я бы наверное вот 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 эти два только бы смогла посоветовать я вообще желаю что за все полтинник уже на половину пусть его активным пользователем не понравился крышка камень отказа тяжело красиво это афигеть уже нишу люблю за это что они делают такие деньги тратят куда положено коробку у него прикольно аромат вообще прикольный ну скажи мне мне кажется тебе сложно будет сделать сегодня вывод три каких-то аромат отобрать все как бы типа нас кроме да но я однозначно посоветовал вот этот аромат это вот это стоп 3 отрина для меня да они самые интересные ароматы я слышала первый раз и мне кажется что они заслуживают ущая внимание любого ценителя даже если человек вообще не знаком с аромат не знаю что такое вообще стоит подойти послушать возможно это любой будет первого взгляда все кстати ароматы друзья можно купить на сайте randewoo точка ру внизу под видео вы найдете ссылку на сайт и промо-коды плюс 10 процентов все скидки суммируются на сайте поэтому эти ароматы магазине стоит два-три раза дороже на рандеву вы можете купить в разы ниши ниже и познакомиться с нишей за более демократичный за там мантали уже посмотрела там про на броня сумма какой-то хочет отдать я хочу несколько танца ванили есть ванили экстазии и какие-то еще два не помню слушая ты еще говорил что тебе вот этот аромат подарили зеленский до на миль план красиво аромат но с черным перцем мне тоже есть коллекции мне нравится намного больше по стойкости не слабенькие они в среднем на коже ну как по мне держится часа три-четыре вот такой несерьезный аромат легкий будешь сообщим олда парфюма у меня вообще мне кажется просто только ребята пишут black opium у меня остался ребят туалетная вода парфюмерных вода и флоршок я могу вот на это устроить обзор и все потому что некоторые пишут вот мы на коллекцию или посмотреть какая там дома коллекция гостям не сходить посмотреть коллекцию меня вот ничего ничего не что практически ничего нету поэтому он еще придется в общем друзья на это пожалуй наше видео подходит концу мы обязательно еще конечно же в среде встретимся запишем вам какое-нибудь видео может быть новинки сейчас будет скоро у нас третий квартал до август сентябрь там будут очень большое количество новинок вот мне интересно робота женского послушать по карабан платьишки собачок там да то есть мне даже страшно не мешают а много ну как бы вот обычно в этот в это время очень много новых форматов выходит новый сезон и прям интересно что чем нас парад тармане под духа кстати видит мужской там еще короче этот тонн там прям много всего выходит жан-поль гатье там будет но у нас нету но тем не менее там много всего да вот прям интересно мы с тобой пойдем магазин и с ними очередное видео флагман опять какие-нибудь новую буду запускать так что друзья значит пишите в комментариях какой аромат вам нравится больше всего какой бы вы выбрали да из этих всех какой может быть здесь вашей коллекции по планируете купить послушать что нравится что не нравится я сходили и послушали обязательно напишите свое мнение что вот зашел благодаря вашему обзору нашел свою любовь мечту поэтому для решения читаем ваши комментарии все ставьте лайки подписывайтесь на вершин канал всем пока пока подписывайтесь на остальные соцсети кстати друзья не забывайте там еще есть instagram яндекс н телеграм-канал все ссылочки будут в инфобоксе поэтому проваливайтесь и я вас жду у себя в друзья все всем пока и до новых встреч на канале помнишь тормозных путешествия времени все этот на тоже нанесен наверно сейчас вот еще я наверно и на больницу